вот она преобразилась мир вам с миром я знаю что вы или набрали как сказать интервью или что задавали вопросы как люди обратились и но у вас опыт большой уже есть я началась когда в университете задал вопрос чтобы написали тогда не записывали так много и как богу пришли потом как в общине оказались и третий вопрос как смотрят на то что сейчас речь идет этого акта каноническом признании московской патриархии православной зарубежной церкви на победение то речи не было а уже чувствовалось и на эти люди отвечали как помещенные в книгах это 84 биографии и были такие которые ходили но они не были членами нашей общины никогда они даже нас не знает где мы живем но на занятия в университет и приходили хорошие люди ну а после это сохранилась то на его появляется вот я вам передал эту эстафету и вижу что у вас получается что у него спроси меня интересует ну что она написала подробно там стояла думала это тоже важно но меня интересует главное как она вышла на нас потому что от этого зависит вся его дальнейшая жизнь потому что здесь вода раздел если человек с нами не встретился мы начинаем с ним говорить и сразу обнаруживается какая разница проповедник епископ мы нас не касается нас интересует отношение к христу и к святой библии а у православных это в течение одной минуты можно узнать вот этот момент если она нас вышла у нас благовестническая община и столько миссионерских путешествий евангелия распространяем тысячами экземпляров и такая литература нами изданная здесь вот у меня 38 томов книг открытым оком и в каждой книге примерно три тысячи ссылок на библию а бывает не один стих а целый пакет из одной не просто указано прямо цитируются ну книги то толстые 752 страницы каждая так что здесь очень важный момент не упустить вот начни себя разговаривать сколько время тебя будет и этот момент выведена это когда она принимала крещение в каком виде было как она нас узнала когда первый раз приехала что я понравилось не понравилось мы же каждому кто к нам приезжает даем слово сказать тебе давали словно и потому что новый взгляд она может сказать так ну давай вот поговори с ней я леночку знаю давно я и очень люблю и мы как-то когда мы начали общаться мы поняли что у нас очень много общего и она стала моей даже немножко наставницей где-то и какие-то она не советы давала все в точку и прям вот милость такая божья что мы с ней познакомились леночка расскажи пожалуйста как ты узнал о нас обыгнать тихоныча да началось все с того что после моего обращения я поняла что со мной что-то произошло то чего я не никогда не чувствовала не знала и я начала спрашивать интересоваться у всех почему со мной так а почему с другими не так и потом мне никто не отвечал и я начала искать в интернете может быть батюшки какие-то расскажут вот кто-то уверовал и вот так обратился к к христу батюшек я просмотрела много и причем потом я поняла что мы все вот которые в сообществе сейчас почти ходили по одному и тому же кругу ну это там вот отец ткачев ткачев головин смирнов потом там еще другие батюшки из москвы олег стеняев в общем много много и тут смотрю что у них ничего нету подобного и увидела один ролик в интернете там значит сидит игнатий тихонович лапкин вот здесь на этом месте и с ним был игорь добунов по моему и вот смотрю этот дедушка что-то отвечает на какой-то вопрос и вот он вот так рассказывает я думаю что за дедушка такой потом в его разговоре я услышала что он здесь сидит в барнауле я думаю как так в барнауле я сама с алтайского края сижу там у себя в другой стране и этот дедушка мне понравился то что вот он таким огненным таким вообще вот разговором разговаривал отвечал на вопросы о боге и я значит зацепилась за этот ролик и потом уже пошло мне в рекомендации и я узнаю что есть сайт и форум причем я зашла первый раз на форум зашла на форум и я начала что там искать только тот ответ на мой вопрос у кого-то было вот так как со мной случилось естественно я увидела как раз вот то что в книгах написано значит кто как уверовал кто как нашел христа и я узнаю что были занятия здесь в институте игнать тихоныч там преподавал и прочитав вот эти все обращения я опять же понял но понимаю что как-то вот все таки не так у меня как-то необычно потом я начала смотреть ролики потом я значит сайте увидела вот вопросы 4000 вопросов я так была рада этому я залезла в эти вопросы ответы и начала их там все читать скажу что не все но те которые меня интересовали и я находила ответы на все мои вопросы потом значит увидела что есть youtube канал я зашла туда и уже там я поняла что вот здесь я найду ответы на мои вопросы и когда игнатий тихонович рассказывал о себе как он уверовал обратился но я это называю вот и он тоже сказал что вот как савл обратился я поняла что наверное вот у всех по-разному вот это происходит и видимо у меня тоже что-то вот не похожее на других произошло со мной ну и все и тогда я уже начала смотреть читать тут увидела что объявление проходят занятия по изучении библии про библию я не знала вообще не знала ничего что она есть евангелие у меня было я читала его а что есть библия там 77 книг и как раз евангелие тоже входит туда боялась зайти потому что я считала что на этих занятиях там уже ну не профессионалы но люди которые уже такие вот знакомы с библии там читают а я вообще никак нигде я долго вот думала как мне поступить я звоню пупкову сергею он меня присоединяет и к слову сказать вот 7 февраля будет годовщина когда я впервые зашла на занятия и занятие было по изучению апокалипсиса то есть последние книги нового завета для меня это было вообще непонятно ничего и никак я не понимала вообще что это и там я насмелилась и начала разговаривать с игнатием тихоновичем я рассказала ему откуда что думаю он удивился что я сама с алтайского края живу в ливане и у нас батюшка который тоже был в потеряевке вот и на этих занятиях я узнала много то чего я вообще не знала даже не предполагала библии у меня не было потом я ее по милости божией я даже не знаю как она попала к нам храм я взяла эту библию показала тоже игнатию тихоновичу он сказал что это вот там 66 книг и там нет канонических книг где мне взять не знала заказала эту библию потом я ее получила мне привезли ее и на занятии я узнаю что крещение должно быть троекратным погружением это какой будет был это был год наверное восемнадцатый или семнадцатый вот вот так вот наверное восемнадцатый я вот сейчас запамятала вот я начинаю думать как так мне помочили голову то есть я нырнула три раза головой под воду я понимала что я не могу так потому что я осталась в грехах в тех которые у меня были я живу с ними мне нужно срочно принять крещение как где поехать я сюда не могла тогда не было возможности но игнатий тихонович всегда говорит что вы ищите там где вы есть такого священника который может покрестить правильно я начала искать можно сказать дошла до митрополита потом я остановилась и побеседовав с одним архимандритом поняла что у них тоже такое же заблуждение что можно песком можно помочить голову я сказала что это не так сказала о пятидесятом правиле рассказала что в писании вот так написано и вообще объяснила ему хотя думала что он знает вот он сказал что не может этого сделать и все я тогда принимаю решение что мне нужно обязательно ехать в россию куда в потеряевку и вот в девятнадцатом году господь так все устроил через прохождение очень много трудности у нас было с этим связано и вот получается год или сколько там я готовилась к этому событию ну и все мы договорились потом я приезжаю сюда мы встречаемся с тобой знакомимся там еще были тоже много людей людей мы с тобой вместе крестились да и мы да с тобой приехали в потеряевку нас очень тепло приняли мы вообще даже не ожидали ну вот я точно вообще не ожидала как это все сложилось и наконец-то господь омоет с меня вот эти грехи в которых я пребывала и жила и я так ждала конечно встречи с игнатием тихоновичем потому что потому что когда ты встретилась с ним твои вот ожидания то есть то что ты видела на экране то что ты вживую увидела у тебя совпало это или это там все все по-другому да конечно потому что я доверилась ему еще тогда когда смотрела ролики в общем на экране один а в жизни другой нет нет для меня нет нет не было такого я ждала этой встречи мне было очень легко и тепло но ты уже всех знала практически ну да всех уже знала и даже в общей не знала и там в потеряевке уже знала и встретился нам как раз батюшка помнишь когда мы приехали и и как его зовут алексей или как его там зовут а вот но потом уже у нас было значит экзамен или как назвать когда мы держали вот испытание перед крещением допустить нас или нет вот очень было все волнительно конечно такое было состояние на самом деле как как будто мы на экзамене вот я вспомнила как мы были на экзамене ну вот почти что уже мы пришли к той цели к которой мы стремились к крещению нас допускают мы идем к батюшке он нас тоже допускает и наступает тот волнительный день когда после богослужения и что самое интересное мы выходили как оглашенные вот то чего нету в других храмах понравилось очень богослужение я первый раз была в том храме в котором такая тишина и какое-то расположение такое молитвенное никто никуда не бегает никто ничего не спрашивает не разговаривает вот и мы после богослужения пошли на озеро ну не знаю мы летели туда пришли мы туда там конечно у тебя там ситуация была что у меня была ситуация с рубашкой крестильной была ситуация такая неожиданная Господь попустил и вот лукавый там поймал меня он дело в том что мы пошли переодеваться и я не нашла своей рубашки крещальной которую я шила не знаю сколько часов я ее шила готовилась 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 пришла туда а мне не в чем погружаться все побежали переоделись а я осталась и не знаю как мне поступить то Игоря Дубунова неудобно было просить он уже там вышел из машины и с его ногами а мне Рахиль сказала что Лена обязательно возьми белое платье с собой чтобы ты его одела после крещения потому что вы будете такие чистые как ангелочки я взяла это платье белое и смотрю что у меня кроме этого белого платья больше ничего нету одеть и тут подходит ко мне сестра Алевтина она говорит ничего одевая это белое платье но оно было с коротким рукавом потому что предполагался жакет сверху она мне говорит ничего снимает с себя белый платок и повязывает на меня иди я выбежала в этом платье которое вообще оно никаким образом вообще не соответствует вот в том в чем вы были одеты все я стою и про себя думаю даже не знаю неважно в чем я бы вышла но я приехала сюда чтобы принять истинное крещение вот и потом конечно такие конфузы получились после того когда я вышла из воды но меня это вообще нисколько как бы не напрягало и вообще мне было все равно вот принимаем крещение потом мы выходим и нас все поздравляют вот этот момент был очень трогательный мяу 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 вы были как именинники как которые всех поздравляют у нас было по-моему десять человек да? да и такое внимание и все подходят и все и ты вот так вот поворачиваешься как будто ты уже другой человек как будто да все поменялось да как вот да на сто восемьдесят градусов и люди говорят помолись обо мне даже да кто я такая-то чтобы молиться о них да я никто они все такие радостные и вот они видели в нас вот это вот свое крещение когда они принимали и теперь они видят наши глаза вот такие да и конечно может быть даже немножко завидуешь когда вот смотришь что вот открестятся и опять переживают это состояние да сейчас да сейчас мы тоже смотрим на тех вот в прошлом году кто приезжал такие они все просветленные такие надеюсь что и мы тоже были такие не все конечно с нами остаются не уходят люди да не все сейчас уже видно что не все ну вот кто был когда мы были вот кто был с нами вот кого там нет все по-моему с нами все остались я говорю золотой состав вот тогда да был какой-то год такой тогда по-моему все вот остались вот вот я хотел сказать рубашку то готовила когда до дела дошло нету у меня знакомый был хороший знакомый но он решил чтобы в роддом не отдавать жену и он все там прокипятил ножницы отдельно положил когда схватки то на личном хируса ножниц нету ребятишки то вытащили его а потом спрятали куда под коврик а коврик такой дырявый который через который ходит какая там уже чистота то где то и вот самый такой торжественный момент он метался метался да что ж такое да я же так приготовил ну вот так обстановка бывает гром ударит где не думаешь да и вот она говорит как приехала у нас были люди я говорю они ночью не спали боялись умрем и вот у нас там есть дьякон по теряевке у него мама она глухонемая ну ближе на берегу я зашел а тут тоже была одна ее сейчас нету души то она занималась йогой форму змеи принимать там дыхание надо это я она дала на рассмотрение я говорю а ты по другому подними так руку и змеи никакой нету а движения у тебя будут раз тебе надо дыхательная гимнастика это Валентина она по нашему зашла туда трапу где то ну и я сказал вы подготовьтесь когда крещение начинается то хватаются за палки то где ну потренируйся руки сложи и вниз кажется опусти голову вот так вот вот так чтобы поднималась но она вниз то ушла да а я тут стою гляжу уже проходит там минута ее нигде и нету я говорю так Валя то где ну у нее гимнастика ну дыхательная так вот вторая минута наверное идет она под воду то ушла а дальше то нету ну и туда значит и а она что так она плавает хорошо и когда вниз опустилась а на чем стоит трап то в воде то и она видит столб рядом там и угребается не на месте как кто ее привязал она под водой не может руки протянуть но пальцами касается но обхватить и подтянуть она не может какой враг устроил казуном да как бы что то тут было бы ну и видимо все таки бросились туда и она показывает что я вижу столб рядом стоит взять не могу никак вот и тебе доказательство того почему священник освещает воду на изгнание нечистой силы ну вот так ну и батюшка товарищ там я буду спрашивать добавку тут когда приехала ты ему сказала что была в россии и приняла истинное крещение тут батюшка уже уехал у нас не было этого уже батюшки ваше счастье у нас когда с артистом она это валентина у нее тамара вторая сестра они похожи я их не мог различать даже и когда они были потеряевки приняли крещение это то здесь живет ну где то около клочков где то там она была а тата в германии она пела там на хоре она а приехала она потом даже с катериной дочь и с внучкой приехала это на другой год уже а тут как приехала сказала ему он ее сразу отключил и андрея его звать когда я был в германии у валентины был тут уже изменения пошли видимо он кое-что посмотрел и пришел с одним человеком но у этого человека там надо его было хорошо чистить прежде чем допускать оглашение и мы уже говорили надо другим языком а тут он ее сразу за шивороты потрепал и дверям это не один раз такое у нас было да потому что вот я стою там у нас в алтайском крае коробейникова есть и там икону это на складе была ее чудотворно сделали она большая такая ну и теперь из Барнаула туда крестный ход и главное знаете это столько людей было вертолет летел летел ну видит народ никогда не вертолет сел люди подумали что война там с Китаем началась или что спросили что да нет это крестный ход это то что засоряют чуть не сказал по другую букву все эти лесополосы идут а тут зачем пошел а товарищ сказал нашел тут невесту да он невесту нашел и ну то зачем где ну вот там пришли когда наши поехали приехали кажется на 7 на 7 машинах людей много было со всех сторон коробейникова большое село обошли обошли его только два евангелия нашли 475 новых заветов псалтырию подарили только да а вот священник там вышел и мы не в храме не в церковной ограде а на улице и он уже призвал майор или подполковник милиционер стоит рядом чтобы нас скорее я говорю людям а милиционер то ну что дальше делать он люди никого не трогают разговаривают о божественном а поп подзуживает его так же было в Павловске у нас та же самая милиционер тоже не знает что дальше делать но я здесь я говорю он Игнатий Тихонович я прошу вас уезжайте отсюда поскорее а его звать роман я говорю знаешь это роман это жители гадаринские говорили так господи у них свиней они потеряли своих свиней вот вы за своих свиней только боретесь сейчас вот а тут люди выходят там мы смотрели это батюшка говорит я ваши книги считал они не православные но люди за это некоторые не знают цепляются а сегодня ночью выступает Наталья Усата это фамилия ее такая и она говорит правильно я сказал то потому что православие никакого отношения не имеет к христианству то и потому что все что я говорю и книги они все возвращают к апостольским временам он правильно сказал вот когда священников расстреливали враг народа ну какой враг народа дальше я пришел это правильное обвинение они народ не учили были враги народа жили до селя поп волосы длинные грива как у коня за гриву их и с колокольной вниз головой и Александр Глебович невзоров говорит я не хочу чтобы вас снова вниз головой спускали работайте с людьми они не учат это я попутно все цепляю как они относятся у него ничего нету вот но я уж не говорю то вот которых назвали из них ни один против меня не был вот отец головин Владимир его не раз спрашивали он да я я никто против Игнатия что то он такой мизерный там себя таким чего он так уж сильно то меня нахваливает и каждый раз его там шахматов подзадоривают а он говорит нет это не все так ну и а отец Глеб Юкунин тут его сейчас нету я называю таких людей это вызвали Ткащев относительно Ткащева когда он появился здесь это геройский поступок готовились гей парада в Украине он восстал против ему сразу пригрозили и он бежал не уехал а бежал сюда но он какой был такой остался горящий свидетельствует но я вижу говорит далеко далеко не по Библии и поэтому тут Николаю Астахову я подал книги трехтомник нового завета с толкованием блаженного фефилакта для слова Божия нету с икисного православия он долго искал нашел и вручил и теперь у него интервью берут где-то дома видно и мои книги стоят на первом месте но они выглядят то как хозяева здесь прошла неделя наверное отец Андрей Ткащев выходит на проповедь с Библией так ахнули а ты что же никогда не был начнет говорить где Есенин был женился Маяковский как где трудился где застрелился все знает он все а тут Библию стал брать то у меня мысль такая первая когда он приехал здесь и говорит я сразу подумал рано или поздно он на меня кинется я по поведению определяю как он говорит ну через минуту можно не спрашивать о чем говорил повторить заставить никогда не повторить ему а получилось так когда патриарх ездил там где он был в Америке ехал в Гаване у них была встреча и там напустили совсем на патриарха Кирилла вот он был он встречался с Папой Римским и говорит что что так это сбеленились со все что он сделал то он под благословение подошел почему не подойти он иерарх ну бритый дай-ка сюда он красный лежит вот он там на каком-то латинском языке я не знаю видно тебе будет нет Папа Римский вина да ну бритый бритый но никак не могу я этого никак не вмещаются вот передо мной картина номер один во всех галереях считается это Сикстинская Мадонна четвертый век и Папа Сик с бородой вот он это великомущенца Варвара передо мной у меня и в храме такая картина ну как так ну да он больше ничего не сделал что да вот да католично все мокрые ладони по голове бритые попы где вы взяли это все католическое а они откуда с Украины из Белоруссии это оттуда гонит и гонит волна за волной а наше место нет а там все решает симония стопроцентная и у нас был тут благощины много лет Войтович отец Николай Павлович из Белоруссии а тут были священники вот такие вот говорят в Вепку не вылазит и бритые да ну прямо ну никак никак и они прямо вот здесь прислали он откуда-то с Украины он отнекивался понищ его помиле кажется Святослав или как был епископом там дальше потеряем в Киславгород это ему принадлежит оттуда священники была установлена связь на день деревни он приехал даже ни разу с нами не встречался сразу кто поедет потеряю кончено с ним или никого нету один маг то что над чем я трудился 15 лет он за 15 минут все смахнул но я не выдержал кое-что сказал сказал и он понял тягаться не надо и он записал буквально как ножа на ну говорят на раскаленной сковороде здесь вот то другое а уже был сколько наляпал его убрали сейчас другого прислали и Нина то вот стоит там уже восьмой год на улице ее не пускает клочки называется село Ребрихинского района на улице в пургу у нее валенки протаивает до земли и он не запускает и сейчас вчера Татьяна звонила а местный теперь епископ и тут все это ответили дали местному метрополию написали патриархию два храма уже построили а кто строитель был храмов умер вот на днях и он все удивлялся как не пускайте ну не вмешивался а он теперь так она говорит что делать тебе что сказал епископ новый я не знаю как то ли Антоний звать или Евгений я говорю он сказал заходи и молись никого и она зашла и он когда вышел народ благословит она стоит и он онемел буквально его звали Игорь а теперь он вроде бы Спиридон и фамилия Чернодаров или Чернодыров не пойму я его вот и что он ее вытурил сейчас на мороз епископ а мне что епископ и другой кто переслушивал священник он сказал только через мои кости зайдет он же бандит патриарх Алексей второй говорил каких бандитов напринимали в церковь бандитами назвал патриархи ну и теперь звонят что делать ничего заходи заходи и молись я сказал стань здесь столпись ухватись чтобы тебя оторвать не могли сказал архиерея он не может выше архиерея быть то ну она опять ну видишь трудно устоять так все же она может быть испугалась даже она вышла ее допрашивают там она подходит к иконам целует это все еще нет даже если она иконы сжевала и проглотила это все равно еретик еще не сделаешь ну и вот такая история теперь вот я подумал когда той занялся с артисон Валентиной Дмитриевной какой то это было другие то священники там узнали что ты приезжала по телевку приняла полное крещение пришел другой и разговора никакого не было у нас ну вот обошлось тебе видишь как тот ушел может быть господь его оттуда убрал и у тебя видишь как главные враги сегодня те которые в храме Христа распинали не те которые вокруг него были и ходили другие они подыскивались написано посылали своих людей из центрального города Иерусалимляне так их называли оно все еще не изменилось так все идет меня гнали будут гнать и вас это надо принимать с благодарностью вот у нас видишь как она у нас община вот что спасает общину больше не создать зарубежная церковь поединилась а мы то там были и у нас оттуда пришло разрешение и пропасть и благословение все это в интернете выставлено на бланке с подписью митрополита Виталия у меня книга от него это книга правил с подписью и с текстом мы переписывались с ним близко были а теперь они видишь как повернули а тогда Виктор Потапов и в Вашингтоне он служил и Голос Америки это единственный радио проповедник был я у него был и по Голосу Америки выступал там тоже был и он такое написал молчанием предается Бог я брошюру вам подарю вы будете считать у меня несколько их у меня было их 500 штук а он туда один из первых перешел и после того что написано было и наш Евтихий так же перед тем как был там написал там никогда в патриархию нельзя переходить они просто убивают людей все что то не так деньги не платят особенно у кого сразу убивают духовно не надо понимать это по другому и по другому они не могут и тоже никак а ночью утром встал совсем по другому у меня откровение было Евтихий говорит это ночью и все которые с ним были тут они в растерянности а когда они там это все писали а у нас Виктор Андреевич врач там был поехал с батюшкой и отбирали если магнитофон есть не давали записывать даже не снимать а записывать не давали если это хорошее дело что а тут как-то подсуетился сам президент и вот теперь что ну 364 точки КГБ появляются возможности вот такого успеха никто не имел а почему он из этих органов ему конечно от своих органов хвала а люди то не знают ничего и те которые те годы мы когда признавали московскую патриархию благодатной ой мы ходили в храм сейчас пойдем на прощенное воскресенье они нас заедали но они первые уже перешли туда а мы как стояли так и стоим прямо а они пали и лежат а мы и тогда не были против и сейчас не одобряем у меня первый наказ первое завещание никогда не переходить московскую патриархию это смерть кто-то может я туда всех людей направляю но нам нельзя у нас там лютых врагов ну только в черный список за последние три года 18 тысяч не занес тысяч ну ты найди хотя бы 18 человек ты занес в черный список тысяч это вся государственная дума патриарх и президент не получает столько за одну ночь у меня 72 угрозы 72 вот вчера кому-то дали детям они хохочут звонят и звонят или там вот такое дело но это награда радуйтесь и веселитесь когда будут вас как неугодные гнать велика ваша награда на небесах ни за одно блаженство изъявите нет такой награды как за то когда тебя гонят за правду а я к этому уже привык ни о награде ничего не думаю они говорят да и с поговорка собака лает а караван идет они этого не остановят никогда у них нет ничего и главное что у них это зависть они там куш там мирское все обмерченное там даже не скажешь шамане песни там поют музыку их глаза выпало глупость там какой-то дуле где-то в тубе есть он ничего не знает ну хулиганье и веры то никакой нету а вот они там миссионерские отделы а отделы миссионерские нельзя создать ты можешь какие благотворительные певческие господь двенадцать апостолов избрал и что сказал получаете деньги за проповедь по двое послал избирать еще семьдесят по двое моисей и арон по двое кирилл и не ходим еще не понятно то и мы когда уже стали дальнее путешествие два миссионера и шофер ну шофер это осел ну и все ну как то транспортное средство я не в оскорблении ему говорю и на осла осла меня забрал с собой на ужин да 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 у меня что польза нам от этих книг там поет слышала да да вот так ну вот приехала как ты решилась то переезжать сюда так вот я хотела начать с того что когда первый раз я говорила с Игнатием Тихоновичем и почему-то меня волновал вопрос где после смерти меня похоронят и я вам говорю что вот хотелось бы чтобы в России меня похоронили а он говорит так приезжай у нас в потеряевку бесплатно и потом когда у нас был экзамен вот перед крещением Игнатий Тихонович мне сказал еще сказал запиши Исайя 13-14 ну и я записала после этого все мысли были направлены на то чтобы переехать в Россию а что там написано 13-14 и каждый побежит в свою землю вот так вот и вот эта мысль не покидала вообще вот эти все годы получается больше двух лет и каждый год не получалось поехать и в этом году в прошлом году Господь позволил нам приехать в Россию и осуществить план наш то есть наполеоновский да то есть приобрести жилье здесь в Алтайском крае и в дальнейшем жить здесь пока у нас есть некоторые ограничения но мы надеемся что Господь нам поможет и мы все-таки исполним это послание пророка Исраи а ты единственная по-моему я таких людей не знаю которые возвращаются на Россию так вот хотела бы обратиться к тем кто в нашем сообществе в интернет сообществе чтобы они задумались наступают последние времена и у кого есть возможность и вот Игнатих всегда говорит у кого есть дети кто люди верующие они могут приехать даже в Потеряевке построиться там или здесь приобрести какое-то жилье и почему я так говорю потому что той общины которая здесь ее нету нигде и по тем разговорам которые я слышу вот обсуждают у нас в чате что везде безобразие творится в храмах только здесь я увидела то чего я не видела нигде и вот вот такое обращение у меня потому что я ехала еду то есть из такого далека а люди которые живут здесь в России им проще передвигаться даже чтобы они задумались ну и выполнили вот свое предназначение потому что спасение души это самое главное вот такое не знаю вот такое у меня обращение вот там писали апостол павел говорит в посланиях он грозен в личном присутствии это слабый так думали о нем у нас и в тихии когда назначили а он уже кое-что мое считал и он думал как же я с ним положу то чтобы ладит а когда приехал он не может поверить что это я а я вещах пас и мы с ним уйдем а там большие трактор солому сгребает вместе на соломе валяется а овечки то пасутся рядом то и он среди нас был тут у Татьяны Кузьмиши и ночевал и пил и ел и нигде не было так он говорит я не бывал вот в таком состоянии подвешенном я говорит себя не чувствовал ну задают вопросы как похоронить а тут даже сестры такие вопросы задают говорит ты думаешь как ответить он это оценил и оказалось что он был здесь ему понравилось ну было что однажды он угрожал батюшке запретить а меня отлучить когда появились два материала что воевать христиане не могут а я говорю любите врагов ваших и о благовестии ну все это к истинному православию туда это перешло а потом господь так сделал он сам стал переводить на русский язык вот вот так и поэтому заранее а он против я ему войну беру нету только сказал так что если я не попрошу прощения не изыму материалы свои то то и то будет то я сразу сказал буду в коридоре стоять да и так в коридоре стою а уже к университету а пришел в университете фотография сидит да когда идут наши занятия в гт у вот как а батюшка приехал как-то он в алтаре там что-то считает а священник там дьякон сидят на скамейке а вы что так он перевел это все на русский язык они не хотят чтобы не оскверниться он за это гнал ему это и пришло теперь ну как он гнал то он только по угрожала дальше то нет он однажды наложил нас и пяти юно три года двадцать третьего мая он это написал и чтобы об русском языке мы больше нигде не разговаривали мы промолчали а у себя уже все так и было как было назад мы не попятились мы просили не на русском языке службу а библейское да это псалтырь евангелие апостола паре ми вот это но если поется это то поют как обычно на славянском то есть мы избрали ну такой щадящий режим и наконец он полностью принял это дело мы не настаивали двадцать третьего мая через три года и мы сразу стали все делать как открыто а он на большее это уже не посягнул видите как надо же молиться и господь усмотрит и он как-то едет и сам рассказывает а вы знаете вот я бываю в потеряевке написал у него там какая-то газета выходила своя у него типография небольшая была и вот понимаете вот еще же он хочет сказать это как а получилось так когда в миссионерской поездке мы были к нему заехали но я решил дать библиотеку не сдавайте я свои книги там брошюрки там какие-то дал и год прошел они вернули назад ни одной не продали ничего нету а я пошел они прям сразу и тут же на схват идут ну все большая книга изданной сравнивать не приходится и он нас благословил и то что у нас был и столько лет он нас терпел тринадцать лет это очень вот у меня даже один священник про теории говорил когда архиереи едут то с ними священники и каждому после как только они побыли накормили конвертик с деньгами хоть все продавай ни одного не знаю говорит архиерея который не брал бы взятки я говорю есть такой а кто и втихий курочкин и шим и что он ураные носки он носки даже не берет он кроет крышу купол там где-то лист железа привяжет залезет поднимет его опять за вторым листом лезет опять привяжет и никого нету против крещенских купаний как он выступает много хорошего но главное его заслуга что он терпел нас и он говорит я когда бываю потеряю я как заново обновляюсь и такие я столько получаю для себя в него я считаю где-то а потом он другим где-то говорит и говорит а вы знаете на меня как-то я говорит дорога ехал и холодно стало ну своей скупейки а Игнатий снял с себя шапку и дал мне на мою скупейку надел сверху и она меня хлюпает такая какая у него голова ну я в армии это когда был у меня кажется 60 размер фуражки нету уже лето наступило а я в шапки хожу нигде нету такого размера ну а потом нашли какого-то тоже который был там осталось после него тогда мне на деле ну такое интересно как он заочно думал и как здесь а тут вопросы задают не знаю что сказать а вопросы задают ужасные во фрунзе было архиерей приехал это мне уже сообщают и ему там одна и говорит владык у меня вопрос вот у нас мама умерла ее отпевать надо или не надо да что за вы же православный ну да а почему нет да мы подпевали ее мы ее похоронили а ее там какой-то маньяк ходит выкапывает из могилы и насилует это вообразить даже нельзя ну там объявление было я считал на ком увидите глина там такое ну явно дело что человек одержимый ну второй раз отпевать ее надо или не надо вот никогда такие вопросы даже не услышишь ну и и события то такое это вообще вот я много литературы считал разные классики там толстого достоевского там я очень очень много читал мусорный ящик вот и вот следователь мне и говорит вот такое преступление сейчас не знаешь по какой статье судить меня который в тюрьме я сижу в тюрьме он мне говорит а что случилось ну в школе то вы знаете уже в шестом классе на вторую букву алпа это называют она а одна там из верующих или кто а она никак и они когда пошли уже договорились они схватили рот ей зажали и в подвал а там уже десятый класс ребята ее растянули давай насиловать это ни один классик никто не писал да зачем же эти люди тоже зачем это хаджи бурат когда писал лев толстой там войска то наступали а у тех ничего нету и сожгли и сено заготовлено улья разграбили внук был убили и они костерок зажгли мусульмане сидят на холоде пожгли все аллах а зачем эти люди живут столько златних это православные что вы удивляетесь что против нас все воюют ну по сравнению с мусульманами это вот лев толстой когда описывает так кто мы зачем туда пришли аул разрушили так оттуда бывало набегали ну и что с ними воюете старики то при чем при чем этот внук ну его нечаянно убили а сожгли корову кормить нещим теперь ну мы не знаем может так то есть отговорка на все есть зачем мы полезли в чужую землю то а теперь а Ермолов там был такой умница а зачем полезли ответа то и нету а чтобы не нападали на нас то есть соседняя страна Польша была входила в состав российское государство в Финляндии в российское государство это все отпало Ленин отдал отпустил их я попутно там все говорю к тому чтобы нам вести себя по-другому в Германии было а люди в отпуск уходят там ну куда-то в Таиланд только и спрашивают а русские там будут если есть билет никто не берет потому что безобразие это если баба приехала обязательно чтобы было три мужика у нее если мужик туда приехал шесть четыре бабы было а дальше гуляют у них там цунами в одном месте было в Таиланде то ну и все перекуро стало а они вечером там и мебель напились на русских за все заплачу разломали он утром встал опохмелился глянул а там вдруг я знаю что мы тут ломали все ну не думал что так много он цунами с собой сравнял там машины перевернутые трупы валяются это 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 мы русские ну не мы мы их не знаем и поэтому что сегодня делают это все на месте эти люди не нужны и поэтому бещи на нас поэтому и Сталин и Гитлер все на нас помилуй Господи русский народ не знающий истины священники травят против ну абсолютно ничего нельзя сказать а Бог а мы молились и тут был один архиерей до этого был Максим Дмитриев его куда-то вилец отправили там бедная а тут это огромная метрополия богатая тут Алтай жительца Сибири называют а Ломоносов говорил Сибири прирастать Россия будет вот соедини все и Бог дал нам митрополита такого что даже вообразить нельзя долго ли будет так каждый раз расстаемся я говорю смотрите чтобы нас за очи не рассорили да нет и он он идет даже вот когда ко кресту подходим на прощенное ну идут людям всем подает крест и я уже подходит Игнатий Тихонович он крестом обнимает и Владыка уже идут да подожди как здоровье там а люди то идут очередь и тут 32 священника стоят каждому это не игрушка ну люди начали говорить он вас боится чтобы вы против его не были митрополит боится меня чтеца ну ты маленько с шалобаном подумай что ты говоришь вот это приехал потеряевку идет руки раскинул целует во время службы литургии в алтарь меня завозят скажите проповедь до этого нигде не было до 2000 лет это Бог сделал так за прошлое что у нас было а тут знакомый священник был нам говорил вот который был максим он говорит ни одного собрания не начинает чтобы вами не начать и не окончат обязательно вами закончат и в отрицательном плане а этот наоборот у нас тут у одного кто-то там работает ну и он там пошел к нему а слышит а вот этот-то наш кроткий-то архиерей распекает будь здоров своих батюшек-то вы не хотите работать посмотрите лапки на Игнатия товарищем это на крещение везде евангелия раздаются достукайтесь никого в храме не будет вот это да как тот дал мне шапку а я на туфейку натянуть хотел оно у меня болтается ну это надо додуматься это говорить ну вот такое дело вот она и конечно мы ей рассказали потеряем и дешево похоронить смогут тебя да я теперь спрашиваю муж Михаил ты тебя не против будет что ты да нет он согласен конечно мы бы желали такие люди чтобы у нас были там но у нее своя родина здесь так что дальнейшая покажет я говорю а ему не в тягость будет ходить к нам нет она за него так отвечает но я не знаю но говорит он вас любит да точно да нет он дословно говорю он говорит такого человека христианина нет на всей земле это дословно я говорю бывает так разочаровывается потом разочаровывается нет нет я роли никакой не играю какой есть то то и есть я люблю я вас знаю давно и меня ничто не может разочаровать знаю в каждом интервью где то я задеваю вы вот я в университете был и там записка вот вы учителя из разных школ ну когда бы не пришли вы все ругаете и ругаете учителей а другие пишут а мы врачи и вы все время нас ругаете священник пришел тут епископ сидит ну когда не приду все время вы священников ругаете а я ну златоусты говорили ты не проповедуешь а только ругаешься и ругаешься сколько вы будете на нас нападать он говорит до тех пор пока не перестанете нападать на бедных вот ответ я не то что подражаю а у меня так получается я говорю если будет суд за развал России за гибель русского народа и на скамье подсудимых так как в Нюрнбинге будут сидеть первые это будут учителя и священники вы имели доступ к душам людей и куда вы их привели как-то у меня знакомый здесь был он Сергей он играет очень хорошо и написал какую-то поэму о Ермаке и тут в Алтайском крае симфонический оркестр там все это можешь зарядить Ермак его звать Попов Сергей найди послушай там исполняют это он поэт там поют он играет и все такой и он как-то а он тут какой-то центр творчества из Дорожного района он еще поставил фамилию себе Попов Ладанов через Дефис у меня говорит бабушка была Ладанова ему нравится ну и он меня пригласил говорит там какое-то собрание было директоров и завучей в Барнауле собрали и за мной заехали но я как всегда в должности я все это стал им рассказывать я говорю вы учителя кто литературу преподает все знаете я говорю поэмом цири считали Лермонтова да мы знаем она преподается в седьмом классе так вы видели там эпиграф там эпиграф а какой и ни один не может назвать я говорю так написано вкушая вкуси их мало меда и аз все аз умираю а что это такое ни один не может я вот вкусил немного меда и должен умереть это когда Саул заклял чтобы в войне перед землянами не ели а он там со своим роженосом он где-то и пчелы летают он палку стула намотал там мед этот и глаза просветлели сразу отец мой неразумно сделал а вечером-то когда собрались Бог не отвечает кто согрешил ну и ставят царский дом кто по одному ну и все и он говорит я сказал что должен умереть а народ восстал через него победа пришла а зато он говорит две петли дьявола накидывает сначала на этого поклялся Саул если даже сын мой то придам смерти а вторая петля народ поклялся никогда не отдадим я это все не случайно говорю и вот когда я там выступал говорил а этот-то там был Сергей-то и он мне дальше рассказывает а я прихожу полный рюкзак библии новых заветов а тогда вообще нигде не было у нас был канал налажен через среднюю азию и мы получали от баптистов платили какую-то стоимость за перевозку они у меня были в десять раз дешевле которые в церкви считаю ну ничего нет и ни рубля ни копейки к нам не переходило и когда я вышел а там который организовывал это вышел и говорит вы видели кто это перед нами уступал это наш заклятый враг благодаря таким коммунизм наш не состоялся а этот-то сидит наш человек там он все слышит все рассказал мне как было меня не считали за врага это похвала то есть этим самым они доказали я не такой как они да и когда попы нападают положительно то пока они меня грызут они не могут в другом месте где-то зло творить и поэтому они вокруг моей колокольни бегают и мочатся на нее ну и что сделаешь спаси Христос Елена Игра Тихонович спаси Христос тебя Леночка ну все тогда расстаемся спаси Христос это наша сестра две Елены возле меня нынче да вот она же пойти к тебе на ночь всегда спрашивается вот я говорю а это неплохо я знаю о чем молиться как она там она уйдет а я уже думаю ладно ли будет а теперь вижу проверять нечего один к одному сошлось я услышал или услышал или просчитал будто бы ты с той многоэтажкой рассталась да ну смотри чтоб никуда не разошлось и я скажу кому подойти готовить материалы поближе к батюшке он мастер мастер просто второе Валерий Сокольский Игорь Третьяков это у нас которые строители ну и еще кто-то может найдется конечно там платить надо будет но они люди живут к лету к лету уже будут это свои будут люди они не будут тебя там пустоты в стенах оставлять вот это которые могут я бы сказал кто-то потеряет ну там все своим хозяйством я конечно не могу так только прийти щепки пособирать спасибо спасибо христос аллилуйя спасибо христос что ты нам время уделила с богом так ты потом не найди какой старейший был режиссер не режиссер как-то называют его ну который преподает там литературу в университетах в Москве в МГУ и он старейший с ним я беседовал беседовал в литературе в институте я задал такой вопрос не каждый ответит о масонах в России среди коммунистов и он мне микрофон из рук и стал отвечать я был в Китае там преподавал он литературу и шесть месяцев был передать мне кажется полгода в Японии преподавал то есть он ну уже в годах был и говорит мы встаем в семь в шесть часов спать не дают уже молотки вези в Китае это страна быстро развивающаяся это он хорошо заметил да и вот я говорит не пойму наша молодежь какая вот женщины там меняют и у меня одна жена говорит я пришел с фронта она дождалась ну я остался живой и ну я понимаю когда там много было убитым по-своему там ну надо было много людей побили надо чтобы рожались ну сегодня какая в этом нужда вот так это понимаешь как поищем и вот беседовали с ними давно уже не говорил и у меня пленки там все изъяли я записывал вышли маленькие брошюрки такие ну страниц наверное 140 все религии буддизм православие баптизм ислам и я их все закупал хорошее самая лучшая была баптизм написано так Лев Николаевич Митрохин Лев Николаевич Толстой был и вот он там пишет так мы эту книжечку маленькую покупали и всем раздавали даром настолько хорошо я в Москве его нашел он кажется пришел с профессором с одним рядом памятник Маяковского у меня включенный магнитофон и записывает когда скамейки стоит то но ясно дело что запись не такая хорошая будет и когда мы беседовали я расспросил откуда я костромской мужик говорит ну как будто он баптист настолько расположен можно зарядить метрохин баптизм а я возьми и спросил я говорю вы не разрешите мне вас записать и они сразу заопасались встали и ушли я сам испортил все надо было по-другому делать тайна когда я раньше записывал у меня шнур сюда шел а микрофон здесь а другой кого одного там поймали посадили он сидит где-то а меня допрашивают и по этой статье в России кто был и нашли его ну нашли его и там вопросы задают а это потом мне привезли они у меня в деле я их могу лапкинущили вас вести тайную запись то есть они не знали как где они там были вдвоем я все это знал так уж выпытывали выпытывали никак а у меня мастер был такой мне что не стоило поставить сюда и провод сюда то есть такой был человек вот Гаврил который у нас это его отец был такой ну вот так с Богом с Богом с Богом аллилуйя видишь как Бог дал нам с собой да а теперь это что он это